Друзья, ну что, дождались? Лудомания возвращается! Накопленные деньги в течение всего года сейчас будут сливаться в неистовых масштабах, и как я понял, теперь новогодние коробки, да, сейчас речь пройдет про них, они будут дольше, и начинаться это все дело будет раньше. Ребят, появилось видео, большие новогодние коробки 2023, и соответственно, что интересно, этот ролик вышел буквально 5 минут назад, и наконец-то все тайное становится явным. Будут ли в этих коробках новые эксклюзивы и прочее, сейчас мы все с вами узнаем, и я искренне надеюсь на то, что появится хотя бы один какой-то крутой танк 8 уровня. Я до сих пор не верю, что, понятное дело, будет девятка какая-то, но я до сих пор не верю, что они добавят достойную девятку, которая прям вот будет хорошей, интересной, или же даже имбовой. Но по поводу того, что они добавят старые какие-то премиум танки, но крутые, вот у меня нету абсолютно никаких сомнений, возможно, даже что-то из лютого эксклюзива, допустим, колесник. Если бы, если будет колесник, это будет имба, но я думаю, что его вряд ли добавят. Ну, будет какая-то всратенькая девяточка, наверное, премиумная, и будут какие-то старые хорошие премиум танки, и какие-то посредственные восьмерки новые. Новогоднее наступление 2023 вот-вот случится, а значит, подарки уже в пути. Вот эти новые ресурсы. Честно, мне очень нравится, как они нарисовали вот эти ресурсы. И мохнатый рэдширский кот может попасться тебе в большой коробке и обосноваться в праздничном городке до самого окончания новогоднего наступления. Там Джо Рыжего завезли, видели? И, как полагается солидным гостям, у него будут для тебя поручения. Выполни их все и получи день танкового премиум аккаунта, а также декаль и 2D-стиль с кошачьими лапками. Ну и, конечно, в больших коробках тебя ждут с премиум машины восьмого и даже девятого уровня. Ну вот, девятого — это очевидно было. А-а-а, на турбине! БС-176 — китайский тяжелый танк с шикарной лобовой броней и возможностью по-настоящему удивить врага. Внушительное орудие с корабельным калибром 160 мм вряд ли оставит кого-то равнодушным. Каждый выстрел этой пушки станет отличным подарком для тебя и внушительным носком с углем для твоего соперника. Кроме этого, БС-176 обладает новой механикой ракетных ускорителей, которая позволяет ему появляться или скрываться максимально эффектно. А главное — эффективно. М-47 Patton Improved и без того хорошую броню этого американца с интересной и до боли знакомой внешностью дополняет множество экранов. Добавь сюда приятные углы вертикальной наводки и отличное бронепробитие — и получишь прекрасный средний танк для заработка кредитов и комфортной игры. Charme Le 75 — французский легкий танк и первая премиум девятка из новогодних коробок. Он отличается необычным сочетанием двух механик. У этого обаятельного француза два режима работы двигателя — обычный и скоростной. И крайне любопытный барабан. За одно нажатие ты сможешь разрядить в соперника кассету из трех снарядов. И таких кассет в барабане у танка две. Удивительная машина, которая точно подарит яркие впечатления в новом году. Ну, я вам так скажу, ребят, что это все надо будет смотреть, это надо будет отдельно каждый танк пощупать. И тогда уже будет понятно, что они из себя представляют, и тогда уже будет понятно, говно это или что-то более-менее адекватное. Но, честно, не знаю. Это что-то, это все. Но этот на ракетном движке — это, конечно, тайбанзер. Симовенте ЦС-64 Викера, итальянская ПТ-САУ восьмого уровня. О, боже мой. Это так, честно, мне вообще не зашел этот танк. Это просто максимальный какой-то дырник. Типа, броня вроде как есть, да, все дела. Но именно, когда ты играешь на ней, это какой-то дискомфорт, как ни пришествия везде рукав. Короче... Машина создана, чтобы наносить урон на первой линии. У нее хорошая лобовая... Суперкартонные борта башни, суперкартонные борта корпуса, малейший доворот и... и как бы все. ...барабан на пять снарядов и разовый урон в 400 единиц. ПТ, которая появилась совсем недавно, но уже успела полюбиться многим. Красивое, стильное, опасное. Говно. Красивое... Короче, я вам резюмирую. Говно. Вот это вообще... Ну вот просто играя на ней, ты понимаешь, что это не о чем. Не о чем. То есть гнаться за ней точно не стоит. Это прям вот факт. Она уже готова оказаться у тебя в ангаре. АМБТ. Еще один американский средний танк. И еще один хороший знакомый. У этого парня имеется магазин на три снаряда с механикой дезарядки. Приятные углы вертикальной наводки, крепкая башня, хороший разовый урон и отличное бронепробитие. Все это делает АМБТ действительно грозным. АМБТ нравится некоторым статистам и так далее. Я играл на этом танке. И я вам хочу сказать, что... Ну слушай, если ты киберзвездота, если ты киберзвездота, да, то в принципе за счет того, что у него механизм дозарядки и за счет того, что у него там 360 альфы, хорошее, даже отличное пробитие на подкалибере, да, урон наносить можно. Но то, что у него мало хп, то, что у него картонный довольно-таки корпус, то, что ему залетает под башню... Честно, мне этот танк вообще не зашел. Вот вообще не зашел. Я не могу сказать, что он прям говно. Правда. Потому что если прям вот супер вот на нем потеть, стараться крыхтеть прям вот с пеной у рта, то да, на нем можно делать результат. Но... То есть это не танк уровня Роги 46-й, не танк уровня Бураска, не танк уровня Шкоды Т-56, не танк уровня Объект 703 вариант 2 и так далее и тому подобное. То есть это не твой уровень дорогой. Короче, для большинства это будет такой кусок. Кусок термица. Получить каждую из этих машин можно не только случайным образом, но и гарантированно. Если тебе не выпал ни один танк высокого уровня за 49 открытых коробок, то уже в следующий ты точно получишь одного из них. Следить за счетчиком гарантированного танка можно на экране открытия большой коробки. Его отсчет старт... Проблема знаете в чем? Вот эта система, я как бы был человеком, который, ну ее, ну скажем так, это хорошее улучшение, да, то, что у тебя будет гарантировано. Но, как я понимаю, они сделают то же самое, что было с порталами инженера вот недавно. В чем проблема? Проблема в том, что пока ты не собрал все премиум танки, у тебя есть вот эта гарантия. То есть на каждое 50 открытие ты получаешь гарантированно танчик. Но, когда ты собрал все танки, и ты дальше закупаешься ресурсом, да, и зачем ты это делаешь? Чтобы получить компенсацию, очевидно. Но когда ты собираешь все танки, у тебя уже пропадает вот этот гарантированный, гарантированная награда на 50 коробку. И ты хоть и 100 открой, и у тебя не будет компенсации. Понимаете, в чем прикол? И это, если честно, меня прям калит. Потому что, ну, то есть, это палки в колеса тем, кто может позволить себе коробок больше. То есть эти люди заносят вам до хрена бабла, а как бы вы вставляете вот такие вот ограничения. Зачем? Пусть люди заносят вам бабки и получают эту гарантию, несмотря на то, собрали они все эти танки или нет. Но это странно. Я думаю, что здесь будет то же самое, потому что здесь в ролике явно об этом не скажут. Но, как и не говорили в ролике про портал инженера, и мы сами методом научного тыка это все выяснили. Потом еще нашли каким-то маленьким текстом где-то подписи на сайте, что типа там не будет компенсации. И то, по-моему, там мы ничего не нашли. Мы все это определили непосредственно на практике. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательнее. Те, кто думает, что ох, сейчас наформлю золотишко за компенсацию. Вот там каждая 50-я коробка мне там 10 тысяч голды за танк или там больше или меньше. Но, как я понимаю, это будет только до тех пор, пока вы не соберете все танки. Туит сначала, каждый раз, когда ты получаешь премиум танк высокого уровня. А сама механика будет работать даже когда получишь все эти машины. Кроме высокоуровневой техники, из больших коробок тебе могут выпасть и премиум уровнем пониже. Танки второго... Это мини-маус, правильно? Это тот самый мини-маус. Раньше на этот танк у всех стояла пися, потому что на втором уровне он рвал просто все, что только можно. Вот, он рвал просто нереально. Сейчас же этот танк на самом-то деле ничего себе не представляет уже на втором уровне. А, Хочкейс, да-да-да. Он ничего себе не представляет на втором уровне. Его уже рвут, там очень много новых танков появилось второго левела. Раньше он Колобков фармил вот так вот. Это, в принципе, был тот же ПЗ-джедай, только на втором уровне. Сейчас уже все. Время его вышло. Третьего. Четвертого. Хэппи. ПЗ ни о чем. А, двухстволка какая-то. Отличным дополнением твоей коллекции. И не беда, если попалась машина, которая уже есть в твоем ангаре. За нее ты получишь компенсацию в золоте. Но тебе захочется получить не только премиум танки. Ведь в больших новогодних коробках есть еще и новые 3D-стили. Суперконкорор. Изысканная и жгутная. Я вам говорил, что придет время, когда ВГ, ну и леста ВГ, когда они начнут юзать идеи Блица. Потому что в Блице это все откатывается и, соответственно, ВГ эти все идеи себе мотают на ус. Как я вам и сказал, когда мы играли еще в Блиц, то, что в Блице офигенные 3D-стили. Просто офигенные. Но смотрятся они как звездолеты. Смотрятся они уже как не World of Tanks, а как танки онлайн. Если вы понимаете, о чем я. Но смотрятся круто. Я вам сказал, что рано или поздно ВГ все-таки начнет у себя клепать вот эти звездолетные 3D-стили. Ну вот, собственно говоря. Вы понимаете, о чем я говорю. Тем более, это что? Это у нас типа Rolls-Royce будет, ребят. Понимаете? Типа Rolls-Royce. Почему? Потому что Rolls-Royce это машина британского производства, грубо говоря, да? Производства в Британии. И здесь вот такая вот отсылочка. Будешь на Rolls-Royce есть. Будешь всем своим мужикам в школе говорить, что вот Rolls-Royce у тебя есть. А Conqueror так считает, что танк британский. Ну, прикольная отсылка. Куча сочетания ар-деко и электропанка. Только посмотри на него. Этот британец буквально искрится. Да, выглядит офигенно. А главное, у этого стиляги есть собственный индикатор здоровья танка. Выглядит впечатляюще. СТРВ-103Б. 3D-стиль, который... 3D-стиль на коня 10 из 10. Правда. Это будет самый сасный 3D-стиль, наверное, за все время. Крутируется на геймплей. Стоит перейти в осадный режим, и ты увидишь все сам. Лазерный дельномер приподнимается. Радар начинает вращаться. А ты понимаешь, что готов наносить урон в огромном количестве. Прикольно, да. Классно. Но он выглядит не очень, он выглядит не очень, скажем так, в плане обычных 3D-стилей, да, которые в этой игре есть. То есть, их немало. И они так пересекаются, да, в чем-то. Он не особо отличается, но выдвижные механизмы, да, вот этот Старлинг, если вы понимаете, о чем я, который заработал лодь его над рубкой. Ну, прикольно, прикольно, да. Но, типа, сам внешний вид, конечно, у Супер Конкерра это прям, да. Итальянская ПТ, которая стала еще внушительнее. У этой машины появились стальные рога и острые клыки. А на башне красуется настоящий лабиринт. Напоминание о сути этой ПТ. Жертвы в лабиринте обречены. Обречены встретиться с Минотавром. Бат-Шатильон 155-58. А, куда же без авто говна. Агрессивный и вызывающий стиль этой артиллерии не лишен шарма. Агрессивный и невлияющий стиль, не лишенный дерьма защекой. ...шарный клинками богомола француз, не забывает о своем происхождении и готов нести возмездие из кустов. Шар Футюр 4. Еще один француз. Стремительный и агрессивный средний танк девятого уровня в новом обличии. Дерзкий и готовый ко всему. Кроме того, в больших новогодних коробках будут и 3D-стили прошлого года. Они не утратили актуальности, а у тебя вновь появилась возможность получить их. Выбирай большие коробки прямо в ангаре или премиум-магазине. И наслаждайся праздником вместе с миром танков. В общем, резюмирую. По поводу танков. Вот они, все ваши герои, слева направо. Вайпер. За ним не стоит охотиться вообще. Тот, кто говорит, что танк имба очень сильно вам привирает. На самом-то деле, танчик не прям говно, но когда ты на нем играешь, тебя от него реально начинают подташнивать. Такая превозмогающая техника, которая, в принципе, может наносить урон, но ничего имбового здесь и близко нет. Если брать по его градации в мире танков, там, не знаю, World of Tanks, он будет, ну, где-то средним. Вот у нас есть говно, у нас есть ниже среднего, средний, выше среднего имба. Вот, имба это Skoda T56, допустим, да. Выше среднего это какой-нибудь, ну, ладно, условно говоря, защитник. Средний это будет какой-нибудь, что у нас там еще есть такого? Ну, вот АМБТ, да, вот АМБТ это средний. Ну, Viper, да, наверное, все-таки вот ближе, ближе вот к среднему. То есть, ниже среднего не говно, но где-то вот средний по градации. Но за ним я не охотился, честно, геймплей на нем, это уныние, страдание и отвращение. Дальше, по поводу вот этой каракатицы. Это мы будем посмотреть, возможно, тут будет стиль игры на нем, примерно как на том же Чарф Фютюре, что, в принципе, неплохо. И мы посмотрим все его ТТХ, мы посмотрим, что он из себя будет представлять на поле боя. Но, скорее всего, это будет такая кусючая каракатица, которая будет где-то раскрываться ближе к середине и очень сильно досаждать ближе к концу боя. Ну, там, развязкой, когда уже все порастягивались по всей карте, и ты можешь где-то там подворваться. Но, опять же, мы посмотрим все его ТТХ. Вот этот. Я попадался против него неоднократно, в рандоме. Башка что-то может танковать, вообще не спорю. Корпус такое себе. Вот. Кусает, насколько я знаю, он больновато. Ну, в общем, мы посмотрим все его ТТХ. Вполне возможно, что это будет именно тот танк, за которым будут охотиться все. За которым будут охотиться все. Это минорная фигня, мне кажется. Хотя, на самом-то деле, тоже надо будет потестить, потому что может получиться, как с М54 Ренегейт, что является имбой. Но я очень сильно сомневаюсь. Скорее всего, это будет что-то наподобие Йоха премиумного. Да? Вот. Может быть. И у него тут еще лючок такой, и у него топорная какая-то такая броня. Это значит, что голда будет заходить, мне кажется, и в маску. Корпус, я думаю, там будет не очень. Но мы посмотрим. Во всяком случае, мы посмотрим. Но я не думаю, что это будет имба по типу Ренегат. Я думаю, что это будет тоже какой-то такой средненький. АМБТ. Некоторым статистам он нравится, некоторым статистам он прям заходит и кажется имбой. Вот он ваш герой, так сказать, нашего времени. АМБТ. Это такая средненькая машина. Честно говоря. Я бы не сказал бы, что это... Ну, некоторые статисты говорят, опять же, что это имба. Но я его имбой не могу назвать. Чуваки, мало ХП. Очень сильно залетает под башню. Досводится. Стабилизация у него так себе. Корпус максимальный картон. Не знаю. Мне вообще эта техника не зашла. Насколько не зашла, насколько можно себе представить. Но действительно, он может наносить урон за счет того, что у него голдовые подколы с хорошим пробитием. Дозарядка. И 360 альфы. Но из всего этого я могу сделать вывод один. Скорее всего, охота ключевая будет вот за этим танком. Вот. Поэтому как-то так. В целом, коробки, мне кажется... Вот ради вот этого. Потому что это прям имба. Это прям офигенно. Но я говорю, что опыт Блица они начали уже применять и у себя. Круто. Окей. 3D стиль вам. Остальное такое себе. Остальные 3D стили не очень. Этот божественный. Это, в принципе, эффект прошлого года, когда божественный был 3D стиль с бабахой. С этим чихпых. Вот. С этим чихпых, соответственно. Ну. Как-то вот так вот. С этими ресурсами. Ну, добавили гринделку. Еще немножечко разнообразили процесс погружения в сбор всего и вся новогоднего наступления. Почему бы и нет? Ну, вот такое вот мое мнение. Свое мнение пишите в комментариях. Будет интересно, на самом деле, почитать. Что вы думаете по поводу танков. Вот этих вот всех. И так далее. И, конечно же, будут выходить видосы по поводу того, что эти за танки. Что они себе представляют. По поводу там каждого из них, из новинок. И посмотрим, что из этого всего будет самым сасным.